Охом, том 7, тема молитвы, вопрос 1910. Одна из самых необычных заповедей, данных Христом, была молитва за врагов, за обижающих. Но исполняется ли она и усвоена ли была монахами и всеми верующими, или они также хотели бы видеть своих врагов в гробу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Заповедь эта исходит не из природы, так как нигде в природе нет таких отношений. Это сверхчеловеческая заповедь, и ее не выполнить никому, если не поможет Христос. Он молился за распявших его, когда находился между небом и землей, вися на кресте. Но мы молимся за врагов не только так, как бы хотелось неверующим, чтобы им из рога изобилия сыпалось или благо, или скорби, но просим владыку, чтобы он обратил их на покаяние любыми ему одному ведомыми способами и путями. И Бог иногда через перемену положения, через скорби, потери ведет к осознанию вины их и спасению через распятие Христа, через уверование в Него. Матфея 5, 44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас. Случается, что мера, беззаконие какого-то врага Божий перехлестывает через край, и тогда вопль верующий достигает Господа Саваофа, даже если молятся прямо в удалении этого нечестивца. Исаакий, исповедник, день памяти 30 мая. И был в это время великий плач и великая скорбь среди христиан, которые все дни и ночи молились ко Господу, прося его милосердиться над своей церковью святою, и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю. Угроза смертью прозвучала сразу, а расшифровка на тысячелетия, война, гулаг, старение и зараза, парализованные в голоде калеки. За каждым словом Бога продолжение, издревле все угрозы, предсказания прошли века. Империи, сражения, все дает и точной по плану. Несбывшаяся нас предупреждает разгневанным восходом по утрам, погубленным и ржавым урожаем, разрушенной дорогой в новый храм. В закатном зареве неясный контур тучи, неведомые полчища клубятся, знамениями небо глупых учит, об этом рассуждаете, не точите лясы. Прошедшие рассмотрены детально ошибки полководцев и царей, а мы грешим похлеще и нахальнее, совсем не видя горе у дверей. Вознерадевда, прованным спасением, играем на компьютерах захлеб, и мечемся, гоняемся за тенью, свиньею жирной мыслица полет. А при небесной Библии глаголы чеканны перевод ее на русский, пылятся по красивым книжным полкам. Ход царства Божия всегда был только узким, угрозы не уменьшились с годами, досталось и на наш короткий век, наш смертный приговор начертан от Адама, предложено избрать не тьму, а вечный свет. Страх Божий возлюбивший безопасен, страдает иногда, как лютый грешник. Евангелем очищен, освобожден от басен, в молитве Духом Божиим утешен. 11 августа 2003 года. Игнатий Лапкин. Продолжение следует...